Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и это игра Лавсик. История, которую я хочу прочитать здесь, это Балл вампиров. Книга первая. Жизнь в пятой кастле уныла, но ты получаешь приглашение в университет Карнстайн. Магия? Вампиры? Что еще скрывают высшие касты? Для начала подберем тебе образ. Так, лицо, да, меняется вроде. Что-то. Хорошо. Как тебя зовут? Ой, Стелла. Ее зовут Стелла. Неужели это я? Я выгляжу шикарно. Скоро тебе будет доступно множество нарядов и причесок, но сейчас познакомься с нашей историей. На холме в конце главной улицы стоит магазинчик. Вниз по склону открывается вид почти на весь Бивер Спрингс, городишко в пять улиц. Здесь всего один светофор, и тот почти всегда сломан. Вокруг на многие километры раскинулся заповедный сосновый лес. Это пятая каста. Добро пожаловать. Ну, хоть что-то хорошее. Твой скверный придирчивый босс, Гермиона, сидит у себя в кабинете, не соизволив выйти. Может, день все-таки будет удачным? Ты встаешь за кассу и ждешь первого покупателя, но сегодня никто не спешит что-то приобретать. Жаль, ведь тебе хочется отвлечься от своих мыслей. Звенит колокольчик, и дверь магазина открывается. Ты знаешь всех своих покупателей, поэтому появление незнакомца удивляет. Высокий, привлекательный мужчина, одетый с большим вкусом. Но дверь за собой он захлопывает слишком сильно, а затем с таким вызовом взирает на полки с чипсами, будто готов броситься с ними в схватку. Газировку. Активировать дружелюбное лицо. Да, конечно. Вам какую? Неважно. Главное, холодную. Есть. Будет сделано. Незнакомец подходит ближе, наклоняется над прилавком и говорит уже спокойнее. И ты не могла бы умерить свое раболепие. Я понимаю, что ты потрясена, но старайся держать себя в руках. Что? Да, Ник, что? С ним девушка. Ты не заметила, как она вошла и не услышала колокольчик. А сейчас она стоит вплотную к тебе и свирепо смотрит на паршивца. Извинись перед бедной девушкой. Ник наклоняется к странной женщине и с жаром шепчет. Ты все отчетливо слышишь. Ты думаешь, можно командовать мной, если я из восьмой касты, а ты из девятой? Теперь у нас такие отношения. Ник, умоляю, слышал бы ты себя. Мои слова воспринимаешь в штыки, а сам только что напомнил этой девушке о ее касте в самой оскорбительной манере. Ник багровеет, поворачивается и кидается в противоположный угол магазина, как можно дальше от кассы и своей подруги. Девушка копается в сумочке, полностью его игнорируя. Надо же, как она разозлилась и побледнела. Надеюсь, она сейчас не упадет в обморок. Прошу прощения за все это. По пути мы повздорили, и причина только во мне. Не принимай на свой счет. Что я должна ответить? Сделать ей комплимент. Как можно повздорить с такой приятной девушкой? Девушка смеется и подмигивает тебе. Откуда ты знаешь, что я приятная? Ты наверняка поняла из нашей беседы, что у него всякие комплексы, касты и прочая чушь. Да, кажется, я понимаю. Значит, ты... Очень хочется спросить, но я боюсь показаться странной или глупой. Ладно, была не была. Ты действительно из девятой касты? Серьезно? Да. И, кстати, меня зовут Вики. А тебя? Надо же. Девятая? С ума сойти. Я заинтригована. Что девушка из высших каст делает здесь? Набраться наглости и спросить? Вики протягивает руку. Ты таращишься на нее, не сразу понимая, что тебе предлагают рукопожатие. Ой-ой, что же теперь делать? Общаться на равных. Привет, я Стелла. Рада познакомиться. Ваша поездка сюда была приятной? Эм... Долгой. Но все-таки хорошо на свежем воздухе. Подальше от города. Так, что вас привело в Бивер Спрингс? Мне нужно было сменить обстановку, и мы на несколько дней арендовали тот маленький очаровательный домик у озера. Просто расслабиться и отдохнуть. Понимаешь? Послушай, я совсем не знаю ваш город. А ты, если не ошибаюсь, местная? До мозга костей. Не хочешь зайти к нам сегодня на ужин? Расскажешь, чем тут можно заняться? И кого снять? Ой, я сказала это вслух? К счастью, Вики считает тебя забавной. Она громко смеется и так заливисто, что начинает похрюкивать. Как ни странно, у нее это выходит умилительно. За ее плечом маячит льми, напряженно взирающий то на тебя, то на Вики. Кажется, он встревожен. Так значит, тебя ждать? Около семи? Ты знаешь, о каком доме я говорила? Да, конечно. Я знаю это место, но... Отлично, значит вечером увидимся. Она выбегает из магазина, схватив подлог от Ника и увлекая его за собой. Он все еще переводит взгляд с тебя на нее со странным выражением на лице. Что ж... Хм, такие дела. На прилавке, там где Вики ставила свою сумочку, лежит украшение. Ты поднимаешь его, на твоей ладони висит, покачиваясь, чудесное ожерелье с мерцающим красным камнем в причудливой оправе. После работы ты собиралась посмотреть дома фильм со своим давним бойфрендом Джейкобом. Первое свидание за последние недели. Ладно, давай уже поставим фильм. Что хочешь посмотреть? Закат вампиров 1, 2, 3 или 4? А может 5? Вообще-то у меня есть важная новость. Нет времени смотреть кино. Нас кое-куда пригласили. Нас? Вообще-то пригласили только ее, как я поняла. Строго говоря, это меня пригласили, но я не могу уйти со свидания без Джейкоба. И еще у меня такое чувство, что не помешает его поддержка во время этого... ...небольшого приключения. У нас мало времени, поэтому расскажу в двух словах. Сегодня в магазин зашла девушка из девятой касты. Девятая каста? Да, она пригласила меня на ужин сегодня вечером в ее дом у... В магазин? Она пригласила меня на ужин, и я надеюсь, что ты пойдешь со мной. Ого, отвал башки. А она точно из девятой? Реально? Может, она соврала? Ну, точно мы сказать не можем. Вот ты когда-нибудь встречал хоть кого-то из высшего общества? Нет. Как-то раз я видел парня из седьмой касты, один из наших заказчиков. Мы для него строили. Было понятно, что у него куча денег. Это ты еще не видел той девушки. А как мы должны, ну, обращаться к ней? Мэм? Госпожа? Нет, она не такая. Она захочет, чтобы мы вели себя как обычно. Как будто мы там свои. Свои? Понятно. Ладно, это я запросто. Само собой. В общем, у нас мало времени. Надо уже готовиться. У моей девушки есть подружка из девятой касты. Надо же. Парни ни за что не поверят. А можно я наделаю фоток? Фоток не будет, если мы останемся здесь. А мы останемся, если сейчас же не оденемся. Ты целуешь Джейкоба в щеку. Понял. Уже иду. Джейк, Джейк. Почему ты выбираешься через окно? Папа знает, что ты здесь. Можешь просто выйти через дверь. Как говорится, привычка – вторая натура. Пора сменить наряд. Не так ли? Помни, от внешнего вида зависят не только отношения с окружающими, но и самооценка, статус и настроение. Подойди к выбору ответственно. Ответственно. То есть, чем дороже, тем лучше. Если честно, то одежда, ну... Не очень. Ладно. Вот. То, что надо. Я выгляжу сногсшибательно. Запросто пройду приемную комиссию хоть в десятую касту. Ты встречаешься с Джейкобом у причала, и вы вместе подходите к дому. Если его можно так назвать. Скорее, это маленький дворец. Ты уже готова позвонить в дверь, но она внезапно распахивается. Что это за ослепительная девушка у меня на пороге? Шучу, Стелла. Конечно, я тебя узнала. Но мне очень нравится твой наряд. Гораздо лучше, чем та магазинная униформа. Да, эээ... Спасибо. Неужели я покраснела? Да, я покраснела до корней волос. Заходите, я так рада, что вы смогли прийти. А кто этот очаровательный молодой человек? Это мой парень, Джейк. Надеюсь, ты не против, что он со мной. Нисколько. Рада познакомиться, Джейк. Она протягивает руку. Джейкоб таращится на нее. Медленно, чересчур медленно и очень деликатно он сжимает ее хрупкие пальцы. Эээ... Привет. Рад знакомству. Заходите. Ужин почти готов. Она проводит вас в дом, к столу, накрытому на троих. Я сейчас принесу еще один стол. Эээ... Да ничего. Если вдруг не хватит, я пойду домой. Никаких проблем. Чего не хватит? Стула? Да тут их много. Не хватит... Еды. Не хватит... Еды? В смысле, вы приготовили на троих. Все нормально. Не хочу, чтобы кто-то остался голодным. Что? Нет. Ты шутишь? Тут еды на целую армию. Вики смеется. Да? Тогда лады. То есть, разумеется. Мы тоже всегда готовим с запасом. Столько, что остатки потом приходится выкидывать в озеро. Джейк, что ты несешь? Он просто нервничает. Мы из очень разных социальных слоев. Я отлично понимаю, почему Джейк ведет себя так странно. Уверена, он скоро успокоится. Ну, думаю, рыбам это нравится. А вот и стул. Присаживайтесь. Итак, Джейкоб, чем ты занимаешься? Он. Экономист. Я экономист. Нет, адвокат. Я хотел сказать адвокат. Крупная шишка. Мамочки, чем дальше, тем хуже. Как мне совладать с неадекватностью Джейка? Попытаться поддержать его? Он хотел сказать, что станет адвокатом. Ему предстоят экзамены для перехода в касту адвокатов. Очень скоро. Правда, милый? Нет, то есть, да. В смысле... О, я прекрасно понимаю. Закон, достойная сфера деятельности. Я уверена, что ты пройдешь проверку с блеском. И каковы, Джейкоб, твои намерения в отношении нашей красавицы? Осмелюсь спросить. Стелла, это я о тебе. А что? Она тебе не сказала? У нас свадьба на следующей неделе. Квышная церемония. Приглашен весь город. Она влетела нам в тысячи долларов. Ну ты шутник. Какой шутник? Обожаю этого веселого парня. Да, я такой. Выиграл конкурс юмористов. Пардон, мне нужно сбегать по одному делу. По коридору налево. По крайней мере, Джейкоб вас оставил. Ты закрываешь лицо ладонью и тихо стонешь, совершенно непроизвольно. Ты сразу спохватываешься и видишь Вики, которая безмолвно сотрясается от смеха. Слушай, обычно он так себя не ведет. Все в порядке. Не хотелось бы говорить, что я к такому привыкла, но... Она пожимает плечами с довольно меланхоличным видом и потирает шею сзади. Ох, Чокер расстегнулся. Стелла, не окажешь любезность? Поможешь мне? Эта застежка сведет меня с ума. Эм, да, конечно. Ты встаешь за спиной Вики и аккуратно берешь концы Чокера. Вот уж правда. Застежка такая тугая, еще и волосы все закрывают. Извини, я сейчас уберу твои волосы. На ощупь ее волосы такие же восхитительно мягкие, как и на вид, но необычно холодные даже у корней. Ты улавливаешь слабый запах духов, когда заботливо собираешь пряди с ее шеи и перекладываешь их на плечо. Похоже, волосы Вики показывают в рекламе всех шампуней. Позволь, я помогу тебе. Она поднимает руки и сводит концы Чокера вместе. Твои пальцы легко задевают ее шею, пока ты неуклюже возишься с упрямой застежкой. Ты сосредоточена на своем занятии, но можешь точно сказать, что дыхание Вики изменилось. Ага, еще чуть-чуть. Ой, она вздрогнула. Я ее поцарапала? Нет, не думаю. Готова. Вики трогает застежку, проверяя, защелкнулась ли она. Спасибо. Она поворачивается к тебе. Медленно, даже робко, Вики поднимает взгляд. Ее глаза странно блестят. Ты чувствуешь жар на щеках и понимаешь, что краснеешь. Боже, она прекрасна. Как можно, чтобы человеку досталось столько красоты? Мне не по себе, когда Вики смотрит прямо в глаза. Улыбнуться ей. Ты улыбаешься Вике в ответ. Я так нервничаю и сама не понимаю, почему. Внезапно Вики легонько гладит тебя по щеке. Какие приятные у тебя черты лица. Она считает меня красивой? Ты сглатываешь комок в горле. Очень странно. Она так добра ко мне. Но почему? Пусть вы из разных социальных слоев, но Вики кажется тебе вполне искренней. Неужели я действительно интересна такой девушке, как Вики? Ты не в силах отвести глаз от ее лица. Я редко так говорю, Стелла. Но я правда рада, что мы встретились. Вы все еще смотрите друг другу в глаза, и ты уже почти готова поверить, что это может стать началом замечательной дружбы. Она улыбается мне, как будто мы обе знаем какой-то секрет. Слушай, я ведь не показала тебе дом. Вики весело вскакивает со стула. Действительно, я же раньше не была здесь. Только бы она не заметила, как я нервничаю рядом с ней. Пойдем, устрою тебе экскурсию. Это даже не вопрос. Зачем она позвала меня? Визит в магазин, теперь этот ужин. Что ей нужно от меня на самом деле? Вики энергично увлекает тебя за собой. Ну, так мы идем? Шикарный у вас сортир. Ой, Джейк, ты меня напугал. Я рада, что тебе понравилось. Да уж, и я рада. Ты садишься обратно. Лицо все еще залито краской, но Джейкоб этого не замечает. Уважаемые, а не пора ли нам столоваться? В смысле, пожрем уже? Господи, помилуй. Ты близка к нокауту, но в последнюю секунду тебя спасает Гонг. Почти в прямом смысле. Звонит твой телефон, и эта мелодия особенная. Ты настроила ее на номер мамы. Прошу прощения, мне нужно ответить. Это очень важно. Алло? Стелла? А, это вы. Почему вы звоните с телефона мамы? Погодите, она... Ваша мать хочет вас видеть. Советую поторопиться. Ты мчишься к больнице и вваливаешься в вестибюль. Ты задыхаешься, в боку колет. Я совсем потеряла форму. Ты упираешься руками в колени и пытаешься дышать глубоко. Подняв голову, ты встречаешься взглядом с парнем в черном, стоящим дальше по коридору. Что такое? Эээ, привет. Ты слышишь звук за спиной и оборачиваешься. Это сестра Купер, сиделка твоей матери, везет каталку по коридору. Скорее, девочка, тебя зовет мама. Да, точно. Просто тут этот парень... Ты поворачиваешься обратно. В коридоре никого. Как странно. Готова поклясться, там кто-то был. Привет, мам. Ты как? Все нормально? Мама протягивает к тебе свою тоненькую руку. Выглядит она неважно. Даже хуже, чем обычно. Впрочем, ее улыбка прекрасна, а в глазах, наполненных теплотой, пляшут искорки. Я так рада, что ты смогла прийти. Так где ты была? Надеюсь, ты решила развеяться? Да, пожалуй, мне было весело. Ты придвигаешь стул, садишься у больничной койки и берешь мать за тонкие холодные руки. Как обычно, при таких посещениях ты не знаешь, улыбаться или плакать. Ну, как ты? Мать похлопывает тебя по руке. Ох уж эти доктора. Вечно хмурятся. А я все держусь. И так просто не сдамся. Она крепко берет тебя за руку, сжимая костяшки пальцев очень сильно. Почти до боли. Я знаю, что ты мечтаешь поступить в колледж. И не хочу, чтобы ты оставила эту идею. Хорошо? Ничего страшного, мам. Есть вещи и поважнее колледжа. Не говори так. Нет ничего важнее мечты моей детки. Ничего. У тебя на глазах слезы. Ты пытаешься их как-то смахнуть, не выпуская рук матери. Ты моя мечта, мам. Чтобы тебе стало лучше. Вот о чем я мечтаю. И я буду трудиться изо всех сил, сколько нужно, чтобы это случилось. Мама воздыхает. И ты понимаешь, что она готова возразить. Ты хочешь сменить тему и замечаешь вазу на столике рядом с койкой. Цветы в ней завяли, а ты забыла принести свежие. Мама, прости. Я забыла принести цветы. Милая, не переживай. Все в порядке. Точно. Попросить сестру сменить цветы. Сестра. Сестра Купер. Да. Вы не могли бы принести цветов для моей мамы из магазина подарков? Подождите. Я сейчас. Сестра Купер держит слово и очень быстро возвращается с восхитительным букетом, который полностью скрывает ее недовольное лицо. Ты чувствуешь аромат даже до того, как она входит в палату. Какая красота! Сестра Купер ставит цветы на столик. Я буду рядом, если что-то понадобится. Она выходит из палаты, и ты провожаешь ее взглядом. Повернувшись обратно, ты видишь, как мама нюхает цветы со слезами на глазах. Красоту мелочей начинаешь понимать. Только когда истекает время, чтобы ими насладиться. Мам, не говори так. Но это правда. Больше всех наслаждаются жизнью умирающие. Старайся жить и наслаждаться жизнью, пока не станет слишком поздно. Вот лучший совет, который я могу тебе дать. Мама, пожалуйста. И не пытайся сменить тему, Стелла. Я очень серьезна насчет твоего поступления в колледж. Даже если тебе придется долго экономить. Все, мам, не будем спорить. Тогда расскажи о той вечеринке с друзьями. Там была Мишель. Или Брэндон. Джейкоб тоже. Ну, нам было интересно. По правде сказать, я даже обрадовалась, когда ты позвонила. Наверное, я бы и не пошла, если бы та девушка не оставила в магазине свое украшение. И мне не пришлось... О, черт! Что? И не чертыхайся. Я забыла вернуть ожерелье. Ничего страшного. Вернешь потом. Ну да, только... Оно очень дорогое, и я беспокоюсь, что меня обвинят в краже. Да кто посмеет? И я уверена, оно не такое уж дорогое. Ты достаешь ожерелье из кармана и показываешь маме. На ее месте я бы хотела получить его назад. Внезапно, неожиданно, поворотным движением мать выхватывает у тебя украшение. Эй! Где ты это взяла? Я же сказала, одна девушка оставила его. Какая девушка? Откуда? Какой касты? Ты в шоке. Еще никогда не слышала, чтобы мама заводила разговор о кастах. Ни разу в жизни. Она всегда делала вид, что этой системы не существует. Ее зовут Вики, она из высокой касты. Я верну украшение, обещаю. Вот сейчас пойду и верну. Вики? Нет, нет. Выброси это в мусор. Забудь, что ты вообще его видела. И держись от нее подальше. Мам, ты чего? Успокойся. Господи, как же ей плохо. Боюсь, она сейчас потеряет сознание. Сестра, сестра. Сестра Купер, скорее сюда. Мам, дай мне ожерелье и не беспокойся об этом. Мам, напрягшись из последних сил, твоя мать отшвыривает украшения в другой конец палаты. Как они нашли мою девочку? Как? Ее глаза закатываются. Она падает на койку. Мам, мам, мама! Кто-нибудь на помощь, помогите же! Влетает сестра Купер, за ней два врача. Пропусти! Они толпятся вокруг койки, из-за чего тебе совсем не видно маму, и начинают подключать всевозможное медицинское оборудование. Мам, мам! Сестра Купер, с ней все будет хорошо! Сестра Купер смотрит на тебя через плечо. Взгляд у нее не сердитый, а печальный. В этот момент ты все понимаешь. Пульс не прощупывается. Сестра, готовьте дефибриллятор. Немедленно. Вот так и закончилась серия. Ну, меня заинтриговало. По-моему, будет интересно. А вы как думаете? В общем, ребят, ждите следующую серию. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok